Больница, смотрите, пришли все светы, сегодня операцию буду делать. Чуешь, не так, что даже два человека могут остаться. Мы же мы втроем останемся. Да, мало ли что, мы втроем останемся. Боже, какие палаты. Вот тут засядем, не будем выходить. Боже мой, вообще. А люди добрые, видишь? Люди добрые. Нет, сейчас операция, конечно, будет, если он, допустим, скажет, 3 часа дня. А где тут свет включается, интересно? Вот цены, где вы, покажите мне, вон, на комнату. Вот 80 евро комната с операцией стоит. Одна. 110 стоит. Это одна, плюс телевизор и телефон, 120. А почему 80 у нас? Это и с телевизором, и с туалетом. Потому что маме скидка. Смотрите, какая кровать белоснежная. Смотрите, какая белоснежная кровать. Томбочки, все, на все эти пульты, кнопка, если надо, если вдруг плохо стало. Это рентген, смотрите. А может, это лампа кварцевания, не? Нет, это что? Рентген. Это выход на балкон, да? Да, наверное. Это кнопки поднять, опустить. Вам поднять вот это? Нет, чуть-чуть. Балкончик вон. Вид из окна. Это окно, тоже кнопка. Смотри, документы, кошелек. А вот это что тут видало? Вот это про тапочки до восьмовой, да? Смотри, какой биде, унитаз, вот душ. Это, конечно, палаты. Конечно, лучше не попадать в такое, но тем не менее. Да, долго нам еще перемены производить в нашей стране. Такая чистота, панели моются, все, ничего, чтобы не было, не грязь. У тебя есть бумажка специальная для того, чтобы отчинить качество. А, спасибо. И потом подписываешься, а от вас еще радится ли вам что-то? Ну, есть, я думаю, и на два человека, думаю. Телевизор есть все. Все условия. Кондиционер. А, дивися, бачишь, что все можно платить за то, что в тобой кто-то будет сидеть. Вот евро пятьдесят за человека. Выход на балкон, пожалуйста, извините. Ну, а ты уже поболезки взяли восемьдесят евро. Знаешь, сколько твоя комната стоит? Сто двадцать евро. У тебя телефона нет? У тебя без телефона. Постелка какая. Кровать какая. Кровать какая. Если можешь представить вообще. Ну, пульт где-то тоже есть, да. Вон он пульт. Нажимаешь, как тебе удобно. Он снимается, как у руки берется. Вот ты можешь делать все, что угодно. Вот ты дымаешь, прикрываешь. И голова. Это всегда нижняя рука стоит. Чтобы не не сам. Чистая рука. Нажимаешься. Полотенце, наборки. Еще, да? Вот так, да? Еще ниже. Волова вверх. И ноги, да. Ну, написано в каких оно. Как оно складывается. Ну, видите, надо, чтобы она брала. Когда надо, вот там, нажала, вот, посыла себе. Конечно. Набор показал, тапочки чистые дают тебе. Подают шампунь, зубную щетку. Ну, Коля, понятно, как отель. Надо одевать один раз, а у нас вот возьмем. Наверное, да. Так сказали, вам готовиться уже, да? Ага, все, доброе. Да, может, мы вышли, а вы переоделись? Точно? Да, можно мешать. Вот такая. Тоже на вашем туалете, вам, пожалуйста. Ну, отдали полотенечко, все, тапки, косметичку. Чего вам не так посидеть, когда тут посидеть? Так посидеть. У меня как-то вдвоем тоже можно. Ой, так и втроем. Посидеть, я не думаю, что кто-то что-то скажет. Ну, скажет, тогда уже выйдет. Такая больница, ребята, вообще. Чистота, кресла, диваны, двери, палаты современные, коридоры. Все, что угодно. Сейчас уже будет выкатывать на операцию. С Богом. Все покатили. Так это волнительно всегда. Боже мой. Так это волнительно всегда пошло. Пидемого. Вольница вообще, смотрите, как сделано. Все офисы, все. Четко такие урны на три разделены. До разного вида мусора. Мы пока идем домой. На Вильку выгулять. Смотрите, какая рыба в магазинчике. О, еще мужчины разделы. Осьминоги, такие пульпы. Пульпы осьминожьи. Там глаза, сыпья. Боже мой. Смотрите, какие ракушки. Маскардина или все оно. Это барабуля. Кальмары с глазами. Первый раз вижу кальмара. С глазами. Боже мой. Это кальмары за глазами. Смотри. Глаза у кальмара вон, где они. А это смотрят какие-то ракушки. Это анчоусы. Аличи. Что тут, Юля? Макароны без глютена, наверное? Да, без глютена. Ченек. Вина по десятке. Мне надо обычная томатная паста. Просто хочу сегодня борщ приготовить. Купили все на борщ. Крылые. Это ребрышки свиные, картошку. Свекла только отварная. Свекла какая-то брит. Бери томатную пасту. Помидоры есть дома. Перец взяли, сладкий. Надо еще капусту. И зелень. Там типа укроп, петрушка. Все, тогда пойдемте. Сейчас я рис хотел нам взять. Разрекли. А зачем тебе? На шарлотку. На шарлотку хочешь взять? О! Понятно. Ага. Странные продукты. Говорят, что не так получается борщ. Свеклы. Да, нет свеклы, нет капусты. Я не вижу то, которое мне надо. Нет ни свеклы, ни свеклы. А сода тебе не подойдет? Не подойдет. Сода есть дома? Ну и все. Мама сейчас подумает, может я тебе и разрослит. Я думаю, мама тут купит. Я думаю, что мама тут купит. Такое вот все барахло продается в продуктовых магазинах. Это как у нас уже, да? Ну да. Слово хорошие? Да, жаль. Но они должны быть 10 евро. Пледы какие, смотрите, красивые по 19 евро. Или это накидки на диван, может на розыгрыш. Не знаю, шубы раскритиковали. Не кое-что купил, но опять скажете, не так. Так ты будешь борщ везти? Ну да. А что? Попробуем тоже. О, оценим. Ты такой борщ не ела, я не поистине колы в жизни. Я тоже борщ не ела. Да? Ты густой любишь? Ты удивляешь? Не, ну конечно, потому что я только свой борщ люблю. Ты густой варишь борщ? И я густой, я люблю, чтобы прям ложка стояла. Мне нравится борщ. Я люблю, да. Я тоже, я свой, я свой тоже люблю. Ну, видишь, я хорошо готовлю борщ. Хорошо. Хорошо. Скажешь зрителям там сказать. Да, кстати, Юля в этом молодец. Чесняга, как Серега оказал на маму. На маме сейчас операцию делают. Это так волнительно, когда ее увезли вообще. Сейчас мы идем, разогреем покушать. Ты пойдешь, ты видишь, да, походишь? Знаешь, коли я обнял маму, у меня аж вообще, у меня аж внутри аж перевернули. Ну конечно, волнительно. Переживаешь, как бы не хотела меня. Ой. Ну да. Угу. У меня больше. Сидай, сеньора Фортунато. Сидай, сеньора Фортунато. О, Элен Делон. Вот чеках Элвиса Пресли. Ой. Идем до мамы в больницу узнать, что она как после операции. Два часа прошло. На третьем. На втором. Поднимайся. А, нет, второй. Ой, все, все нормально. Фу. Пошли, не спрашивай. Ой, спасибо, милая. Все, спривезли. Спривезли. Голь, не пути, 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 пусть беда. Жизнь, деда. Монашка ходит. Напротив больницы прямо окна. Смотрите, дом жил. Это палата Олиной мамы. Слава Богу, операция тут вроде хорошо прошла. Говорит, уже пальцы ног сразу чувствуют. Даже не чувствовала. Вот хорошо, что так выпало, что мы тут. Вот такие поддержать, это немаловажно. Слава Богу. Монашки, видите? Монашки работают, что? Что? Помидь, сестры? Это монашка. А? А, что же она так? Что? Да? Ну так это же монашка. Чистейшая, 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 чистейшая такие эти. А я думал, это сестра милосердия. Ну как, монашка, не? Монашка. А, я тебе что говорю? Монашка. Это не медсестры, это не униформа. Это монашка. О! А ты говоришь, монашка капельный сестра. Монашки работают. Монашки. 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 Попадье. Ну, палаты, конечно, простыни. Смотрите, чистейшая, белоснежная. У меня дома таких нет. Представь, какая чистота. Видела, как она одета? Двойные одеяла, пожалуйста. Кондиционер, тепло в номере. Как гостиничный люкс номер. Вот к чему надо стремиться, понимаешь? Вот к чему надо стремиться. Телевизор, пожалуйста. Она сказала, что завтра на 10 часов она отведет в магазин, где у нее все картины. Покажем. Пойдем, да? Да. Смотрите, как вот привезли такой столик с вилками, ложечками. Вот принесут кушать. Представляете, как? Такое стол. Все. Ну, с Монашкой тут. Ой. Какая больница, да, вообще? Юля, какая больница, да? Болин такой, да? Лесравлитель. Нашим больницей. Да, даже не то, что лесравлитель. Это небо и земля. Какие постели чистишься. Какие... Какая разница? А что... Ушита. 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 Монашек, ну, болезнь, отозревания. Ушита. То есть, это не прости монашку присутствует? Да, цель, это монашка, что в церкви. Встретили врача в коридоре, он говорит, что... Сейчас посмотрим, поднимем ее, если все нормально ходит, сразу домой. Вот так. Как оперативно. Как оперативно. Да, ребята, конечно, уровень потрясающий. Чистейшая постель. Вот это вот. Вообще удивило меня. Белоснежная просто. Кровати такие современнейшие. Все. Сразу уже забираем из больницы. Как оперативно, да? Утром привезли. Часа полтора-два прошло. Все. Врач посмотрел, говорит, все хорошо. Слава Богу. Сели в такси. Домой. Приехали. Велась бы на Сирата. Ты так трахнула дверью. Как Кристина в свое время. То есть надо вести нормально, чтобы визу не бахнули. Вез ужасно. Я так сильно ударилась головой. Да? Зашивать не надо. Мала, что череп раскололся. Череп раскололся. Ха-ха-ха. Череп раскололся. Ну вот и все, да. Забрали свету. Все нормально, слава Богу. Сразу уже и пятка, говорит, лучше чувствуется. Ага. Пальцы и все. Вот тут, дай Бог, чтобы... Сколько бегать будем? Футбол будем гонять тут. Ха-ха. Давайте. Приехай. Ага. Малбера. Чао. 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 Вы лифтом поднимаетесь, Коль? Да. Чао. Хомяк. Чао. Чао. Я говорю, Света, я повесил картины пять штук в подъезде. Сделали сенсацию на всю Украину, пять телеканалов приезжала, снимала, что у меня... А я че-то, а я когда приехал, я забыл, что картины. Вот надо было, знаешь, какая у вас возникла идея, нам надо сказать, вот был в гостях в Италии, увидел так, а я что-то вот это и забыл. Ну, если приедут, будут пытать, я буду так и казать потом. А тут картины вон везде, во всех домах, на всех этажах. А у нас сенсацию сделали. А у вас коврики покрали, да? У нас такие, я вложила, смотрите, коврики покрали, да? Давай, Бонас и Рата. Ага, там еще один ключ есть. Туда, говорят, такая хурма, которая вообще можно твердая, и она не вяжет рот. Вот очень необычная хурма, надо попробовать. Тьфу. Бонас и Рата. Бонас и Рата, вот что, убрано. Бонас и Рата, чисто в ее углу. У меня тоже, между прочим, чисто. Мы сегодня поскладали Юля, сколько вещей. Бачите, морали прочитал и стала складывать мне вещи. Вот так, правильно? Ой, блин, слава богу, что с операцией тут вроде как благополучно. Ничего. Хорошо. 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 Хорошо.